Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня я хочу поговорить с вами о том, каким образом мы можем создавать и задавать нагружение в программе LeraSapper на основные несущие конструкции железобетонного каркаса здания. Для этого давайте перейдем в программу LeraSapper. Перед нами каркас железобетонного здания, который мы создали с вами на прошлых занятиях. Теперь нам его необходимо с вами загрузить. Для того, чтобы начать загружение, во-первых, необходимо перейти в редактор загружения. Редактор загружения позволяет нам задать имена, а также виды загружения. После нажатия на кнопку редактора загружения появляется вот такое вот контекстное меню, в котором мы будем с вами создавать наше загружение. Загружение создается путем нажатия на клавишу плюсик, добавить загружение. После этого оно появляется в списке загружения. Обычно первым загружением, по умолчанию, ну как бы и не по умолчанию, но я чаще всего для себя по умолчанию, наверное, ставлю собственный вес конструкции. Собственный вес конструкции. По виду загружения это постоянное загружение. И нажимаем на галочку применить. Добавляем следующее загружение. Следующее загружение, ну, вначале, как бы полностью расскажу вам процедуру. Значит, идет постоянное загружение, потом мы стараемся задать все длительные загружения, после этого временные. Ну, а в конце уже могут пойти загружения, такие как специфические загружения, как сейсмическое загружение, мгновенное, особые, крановые, тормозные и так далее. Ну, давайте, второе загружение у нас будет вес конструкции пола. То есть, монолитная плита перекрытия, ну, по монолитной плите перекрытия у нас может быть расположен слой утеплителя, стяжки, может быть, на кафельном клею плитка какая-то будет, да, то есть, это все относится к весу конструкции пола. И это у нас временно длительное загружение. Следующее, третье загружение – это вес конструкции покрытия. Покрытие обычно у нас утепляется, а также поверху заливается стяжка, укладывается несколько слоев рубероида, чтобы покрытие у нас было надежно защищено от наружной среды. Также в некоторых случаях покрывается плиткой на клею, то есть, варианты бывают разные, да, вес конструкции покрытия. Данная нагрузка также относится ко временно длительным загружениям. Следующая нагрузка у нас будет, так как у нас наружные стены уже есть, то мы с вами зададим вес перегородок, то есть, внутренние стены. Вес внутренних стен и перегородок. Можно было по отдельности стены и перегородки задать, но мы зададим их вместе. Вес внутренних стен и перегородок. Как суммарную нагрузку на нашу плиту перекрытия. Также к длительным мы можем отнести загружение как утепление наружных стен. Или назвать даже не только утепление, потому что помимо утепления стены еще имеют облицовочные какие-то материалы. То есть, вес наружных ограждающих конструкций. Так назовем. Общее такое название. Вес снаружи ограждающих конструкций. Также можно было создать вес коммуникаций. Но так как здание у нас жилое, поэтому из коммуникаций это в основном электрика и, может быть, трубопроводы, по сути. Задавать я их не буду, но хотя тоже можно было рассмотреть как дополнительную нагрузку на конструкцию здания. Так, ну, из временно-длительных, я думаю, достаточно. Давайте теперь создадим временные нагрузки. Или кратковременные, так будет даже правильно. Ну и первая нагрузка это снеговая нагрузка. Снеговая отсчетная нагрузка. Снеговую нагрузку мы будем читать по новым нормативным документам Республики Казахстан. СПЕН по нагрузкам и воздействиям снеговые нагрузки. Поэтому в данном нормативном документе присутствует такое понятие, как расчетная нагрузка, расчетная стеновая нагрузка и расчетная аварийная нагрузка. Вот мы добавим эти две нагрузки. Отчетная аварийная нагрузка. Создаем ее. Ну и также ветровая нагрузка. Зададим ветровую нагрузку. Ветровая нагрузка по оси Х. Это будет кратковременная. И ветровая нагрузка по оси Х. Также будет кратковременная. Вот у нас восемь основных загружений. Пока достаточно. На них мы и остановимся. Продолжение следует.